Справка для собаки для выезда за границу. Поездка с домашним питомцем за границу требует сбора определенных документов. Если не подготовиться правильно, не изучить все нюансы страны, в которую планируется выезд, могут возникнуть проблемы на таможне. Нужно сделать не только ряд прививок, но и получить несколько видов сертификатов. Зачем собирать документы? Отправляясь с домашним питомцем в заграничную поездку, нужно быть готовым не только подтвердить, что именно путешественник является владельцем, но и доказать, что животное здорово. Потребуется оформить справки для вывоза собаки за границу, собрать все необходимые сертификаты, заполнить декларацию при прохождении таможни. В Европе очень строго контролируют все факты вакцинации питомцев, особенно это касается прививок от бешенства. Отправляясь в поездку с питомцем, нужно позаботиться о сборе справок и документов к сведению. Без доказательства прохождения специального тестирования и проведения вакцинации от бешенства въехать в ЕС не получится. Ветеринарно-санитарные условия государства, в которые запланирована поездка. За две недели до планируемой поездки необходимо уточнить информацию о правилах провоза животных через границу той страны, в которую планирует отправиться хозяин. Полный список необходимых документов и прививок можно получить в консульстве. Особенно актуально это для тех, кто планирует выезжать с редкими или экзотическими животными. Существует несколько общих требований для стран Евросоюза. Чипирование притомцы, внесение сведений в электронную базу данных, прививание. От бешенства за два месяца до поездки, наличие всех необходимых аксессуаров для транспортировки, включая клетки, ошейники и намордники. Важно! Абсолютно во все страны ЕС без исключения можно ввозить животных только с чипами стандарта ASU 11784. Правила ввоза животного в страны ЕС могут отличаться тест на напряженность иммунитета животного к вирусу бешенства. В ряде стран таких как Тайвань, Япония, ОАЭ, включая Евросоюз, установлено правило «ввоз животного с территории государства, неблагополучного». По бешенству возможно только при наличии теста на напряженность иммунитета. Например, это требование обязательно, если владелец с собакой въезжает с территории Украины. Но Израиль установил требование наличия теста у всех собак, которые пересекают границу. Тест делается всего один раз в жизни, но при этом важно, чтобы строго соблюдались все сроки вакцинации. Делать его нужно через 30 дней после вакцины от бешенства. Чтобы результаты теста были признаны, нужно проводить их в клинике, получившей аккредитацию по международным стандартам. В России таких лабораторий всего три. Две из них находятся в Москве, одна во Владимире. Исследование будет проводиться в течение трех недель. Это необходимо учитывать при планировании поездки, особенно если выезд срочный. Весь список стран, относящихся к неблагоприятным по ситуации с бешенством, опубликован на сайте Еврокомиссии. Обратите внимание, не требуется подтверждение прохождения теста при транзите, если хозяин сможет предоставить декларацию, что животное не контактировало с дикими животными во время нахождения на территории аэропорта. В ряд стран может быть дано разрешение на ввоз собаки без прививки от бешенства, если ей не исполнилось еще 12 недель. К таким государствам относятся Эстония, Финляндия, Чехия, Австрия, Швейцария, Румыния, Словакия. Перед поездкой необходимо обязательно вакцинировать питомца от бешенства, какие документы нужны для перевозки животных. Планируя вывоз собаки за границу, документы нужно подготовить заранее. В первую очередь нужно взять с собой при выезде за рубеж родословную ветеринарный паспорт, в котором будет прописан владелец питомца. Договор на перевозку паспорт для собаки для выезда за границу. Ветеринарный сертификат международного образца Чтобы вывезти животное на территорию стран Евросоюза, необходимо получить евросертификат. Он выдается территориальным органам Россельхознадзора. Предварительно нужно получить свидетельство по форме номер 1. Важно! Период годности сертификата – 10 дней с момента выдачи и регистрации в Евросоюзе. Ветеринарное свидетельство ПФ Номер 1 Перевозка животных по территории России оформляется ветеринарным свидетельством по форме номер 1. Оно выдается госветклиниками. Его срок действия распространяется на рядни с момента оформления и окончания поездки. За получение документа оплата не нужна, он выдается бесплатно. Международное свидетельство форм 5 и международный сертификат по форме 5 потребуется оформить, если нужно выехать, например, в Германию или Испанию. Способ передвижения при этом не имеет значения. Путешественник может передвигаться как самолетом, так на личной машине. Сертификат получают в Россельхознадзоре. Важно! В графе «Маршрут» должны быть прописаны пункты как отправления, так и возвращения назад. Если турист собирается ехать не с одним питомцем, а с несколькими, необходимо оформлять разрешение Россельхознадзора на каждого. Правила въезда с собакой на территорию Таможенного союза Перед тем, как везти собаку на территорию Таможенного союза, необходимо показать ее ветеринару. Эти требования закреплены в правилах въезда. Поход в ветеринарную клинику нужно запланировать за две недели до поездки. В ветеринарном паспорте должны быть проставлены отметки о том, что у собаки пройдены все этапы вакцинации. Должны быть сделаны все необходимые прививки против чумы, бешенства, гепатита, энтерита. Вакцинация должна быть проведена за 20 дней до выезда питомца. Это необходимо в том случае, если в течение года прививки не были сделаны. Затем за 14 дней до выезда питомца показывают ветеринару для получения отметки о праве перемещения. Она ставится в том случае, если в течение 120 дней не заканчивается срок действия последней вакцины от бешенства. К сведению, в единых положениях о ветеринарном контроле на таможенной границе прописано, что ввоз продуктов для животных невозможен без наличия разрешения от ветеринара. Кроме документов, на собаку нужно получить международный сертификат прохождения границы «Таможенная декларация». При пересечении границы вместе с домашним питомцем владельцу нужно заполнить бланк пассажирской декларации. Ее образец утвержден решением комиссии ТЭС 18 июня 2010 года. В документе содержится информация о порядке заполнения декларации. Она должна быть подготовлена в двух экземплярах. Один потребуется при въезде, второй при выезде из страны. Первую декларацию, которая предназначена для выезда, необходимо предъявлять на выезде из страны, являющейся членом ТЭС в Европу, например. При пересечении белорусской границы по направлению в Ольшу, в декларации проставляются специальные отметки и вносится информация в базу данных о ввозе собаки, прописывается ее вес и стоимость. Один экземпляр отдается путешественнику, его нужно обязательно сохранить до момента завершения поездки. Декларацию можно сформировать и распечатать на сайте Государственного таможенного комитета. Ее форма утверждена, бланку присваиваются к номеру и НП. Порядок электронного оформления ускоряет процедуру прохождения таможни. На основании норм таможенного законодательства декларировать необходимо все товары личного использования, на которые применены ограничения. Домашние животные подпадают под эту категорию, так как они должны проходить ветеринарный контроль. При прохождении границы владелец должен со своим питомцем проходить через красный коридор, заполнив при этом бланк таможенной декларации в двух экземплярах. Обратите внимание, граждане, которые постоянно проживают на таможенной территории ТС, ввозят домашних животных в отрядке, установленном соглашениями ТС. При этом может потребоваться оплата государственной пошлины, размер которой зависит от веса и стоимости самого питомца. При пересечении границы с домашним животным хозяин должен заполнить таможенную декларацию «Вывоз экзотических редких животных». Если гражданин намерен вывезти редкое животное, он должен изучить специальные правила, касающиеся этих категорий питомцев. В первую очередь необходимо проверить список САТС. В него внесены все экзотические редкие животные, которые находятся на грани вымирания. Если питомец внесен в этот список, необходимо дополнительно ко всем документам получать справку в территориальном отделении Росприроднодзора. К сведению, САТС – это конвенция международной торговли животными растениями, которые являются редкими и находятся на грани исчезновения. Если животных несколько, то для каждого из них необходимо получение отдельного сертификата. Справка для собаки для выезда за границу и международные сертификаты – важные документы, без которых путешествие будет невозможно. Чтобы не испортить себе отпуск, обязательно нужно своевременно получить подробную информацию о списке бумаг, необходимых в стране. Назначение